Один из способов замедлить изменение климата – отказаться от ископаемого топлива. Эта тема сегодня в центре внимания мировой общественности. Обсуждают ее и на конференции ООН по изменению климата, которая проходит в эти дни в Дубае. Больше всего ископаемое топливо используют в сфере энергетики и транспорта. И если в автомобилестроении очевиден переход к производству электрокаров, то с самолетами ситуация не так проста. Как сделать авиатопливо экологичным? В Китае выход видят в пищевых отходах. Так в юго-западном городе Чинду сотни ресторанов ежедневно подают фирменное блюдо сычуанской кухни – мясо и овощи в остром маслянистом бульоне. После ухода клиентов его сливают в специальный фильтр, который отделяет масло от воды. Полученный концентрат разливают по канистрам и везут в бизнес-парк на окраине города. Там местная компания перерабатывает его в техническое масло для производства экологичного авиатоплива. Такое горючее выделяет на 80% меньше углекислого газа, чем обычный керосин. «Сейчас наша компания ежедневно собирает примерно 300-400 тонн отработанного растительного масла. Если охватить весь город Чинду, масштаб будет намного больше. Годовой объем переработки составляет примерно 150-180 тысяч тонн. В числе наших клиентов крупные энергетические компании Финляндии и США и, конечно же, китайская национальная нефтяная корпорация Синопек». Экологически чистое топливо для самолетов сейчас производят многие нефтегиганты, но его использование на глобальном авиарынке не превышает десятой доли процента. По расчетам экспертов, если наладить сбор и фильтрацию отработанного растительного масла в нужных масштабах, переход на биотопливо вырастет до 4% в ближайшие 7 лет. Китай в данном случае может стать важнейшей ресурсной базой.